На парте чипсы, кофе, масло, штрих-коды с продуктов считывает педагог школы дизайна Точка Елена Бабушкина. Сегодня на уроке технологий. В восьмом классе она постарается не только рассказать школьникам, для чего нужны эти штрих-коды, но и попробует вместе с ними разгадать некоторые. Не без помощи, конечно, мобильных телефонов, которыми на этом уроке разрешат пользоваться детям вполне открыто. Без современных гаджетов сейчас никуда, говорит молодой педагог. Современный учитель, наверное, это тот, который знает, чего он хочет, который постоянно совершенствуется и не боится быть открытыми ко всему новому. И еще, наверное, он должен быть мобильным, мобильным учителем. Вот для меня, наверное, это и есть современный учитель. Старшеклассники согласны с молодыми педагогами. В век стремительно развивающихся информационных технологий грех ими не пользоваться в учебном процессе, считают ученики 9-го лицея. Это правильно, во-первых. Материал можно показать визуально. Современный педагог – это тот педагог, который может предоставить информацию, чтобы она была понятна ученикам, который всегда поможет, объяснит и найдет общий язык. Общий язык – ключевая фраза школьников. Куда важнее выслушать ученика и дать возможность высказаться, чем поставить ему неуд в случае невыученного урока, размышляют о современных учителях дети. Я думаю, наверное, больше нужно быть все время с учениками, все время им помогать, работать с ними, ну, больше внимания нам уделять. Вот, чтобы мы как-то все время смотрели на учителя, прямо не отрывая глаз, все время восхищались им, слушали его, не отвлекались ни на что больше. Современный учитель в первую очередь должен понимать детей, как они усваивают материал, сам должен любить, любить свою работу и понимать, что хотят дети в первую очередь от их уроков, нравится ли это им. Ученики 10 класса в этом лицее, номер 9, современным учителем безоговорочно назвали Галину Евгеньевну Половникову, учителя математики.